Бисмилляхи рахмэну рахим. Мы вас приветствуем с именем Аллаха, милостивого и милосердного. Сегодня мы будем говорить о милосердии и великодушии. Снеходительность и милосердие — удивительные качества, которые украшают человека, подчеркивают его величие и благородство. Избавляет его от ненависти и духовного рабства. Умение безвозмездно делать добро людям и прощать их ошибки требует от человека высокой духовности и сильной воли, и твердой убежденности. Таким источником внутренней силы для мусульманин является вера в Аллаха и надежда на его вознаграждение. Ислам призывает проявлять сострадание к бедным и помогать нуждающимся, защищать слабых и отстаивать справедливость. Мусульмане верят, что богатство не скудеет от щедрых пожертвований, и поэтому они часто раздают милостыню и жертвуют часто своего состояния на благотворительные цели. И не жалеют ни сил, ни времени на добрые дела. Правоверный мусульманин не ограничивает проявлениями милосердия по отношению к своим жене, детям, родственникам и друзьям. Он добр и нисходителен ко всем людям и проявляет заботу о животных и остальных божьих творениях. Верующий, возлюбивший Аллаха и живущий по установлению Корана, не ждет от людей благодарности и награды. Он творит добро бескорыстно. Из любви к Создателю и его творению. И если же кто-либо обижает его, то он не стремится к отношению, а сдерживает гнев и великодушно прощает своего обидчика. Более того, он продолжает делать ему добро и не отказывает ему в помощи. Давая ему понять, что истинная сила и величие, покорность Аллаху и умение совладать с собой, скрывая в душе ненависть и злобу по отношению к нашим недоброжелателям, мы позволяем им распоряжаться нашим здоровьем и счастьем, нашими мыслями и поступками. Мы позволяем им распоряжаться нашим здоровьем и счастьем, нашими мыслями и поступками. Наша ненависть не причиняет им ни малейшего вреда, но нашему самому собственному жизнью наполняет переживаниями и негативными эмоциями. Поэтому мусульмане помнят, что обрести гармонию души можно только очистив свое сердце от ненависти и наполнить его любовью, милосердием, всепрощением. Поступая так, он сохраняет достоинство, удостаивается щедрого Аллаха. Итак, дорогие наши братья и сестры, мы желаем всем милосердия и благополучия в своем жизни. Вассаляму алейкум, варахматуллахи, вабаракатов.